Привет всем, привет наши дорогие зрители, наши дорогие инстаграм, фейсбук и ютуб зрители. Я очень рада видеть вас на нашем канале. Я рада, что вы не забываете, что по четвергам у нас выходят новые видео из нашего, уже не совсем нового, ну будем считать, что нового проекта. Итак, как вы помните, по четвергам я выпускаю видео разного содержания, это может быть описание какой-нибудь, рассуждение на тему какой-то книги, рассуждение просто на свободные темы, как было, например, в прошлый четверг, в прошлый пятницу точнее. Я рассказываю вам о разных английских и не только английских праздниках, и сегодня я решила записать видео своей любимой рубрики, а именно разговор с селинг-выпускником. Вы помните эту рубрику, она очень интересная, обычно она собирает довольно большое количество просмотров, поэтому я понимаю, что она вам тоже очень нравится. Итак, сегодня у нас в гостях Аделина, и я думаю, что этот разговор будет очень интересен для вас, потому что этот человек посещал селинг-студио более семи лет. Мне кажется, ей есть о чем нам рассказать. Привет, Аделина, я очень рада тебя видеть рядом с селинг-студио, я рада, что ты согласилась поучаствовать в нашем проекте и вспомнить свои школьные дни. Привет, я тоже очень рада принять участие в проекте, и что про меня не забывают, и что меня помнят. Ну, как мисс Оксана могла не предложить мне взять интервью у одной из своих просто любимых учениц, она мне даже о тебе порассказывала, поэтому я думаю, что это был очевидный день, когда мы с тобой поболтаем. Итак, как я уже говорила в нашей с тобой личной переписке, нет, я никому ее не покажу, у меня для тебя есть всего 4 небольших вопроса, 4 легеньких вопроса, готов ли ты на них ответить? Конечно. Итак, тогда давай начнем. Первый вопрос, это скорее даже не вопрос, это такая небольшая просьба. Расскажи нам, нашим зрителям о том, как давно ты закончилась селинг-студио, у кого ты училась, я не знаю, любую информацию о себе, которую бы ты хотела поделиться со всеми. Ну, мне сейчас 21 год, я закончила селинг-студио около 4,5 лет назад, если я правильно помню, вроде в 2016-м, я занималась лет 6 или даже 7 английским у мисс Оксаны, и также начинала там учить немецкий язык, и первые полгода моего пути изучения немецкого языка были именно там. И закончила школу я в Молдове, а сейчас живу в Германии и учусь на факультете машиностроения. Вау, это необычно на самом деле, это очень необычно. Знаешь, это неожиданно обычно, у нас все выбирают, не знаю, юрист, лингвист, может быть, педагог, программист очень сейчас популярный, кстати. Здравствуйте, я программист. А, твоя специальность еще необычная. Если есть не секрет, с чем связан такой выбор? Ну, у меня папа строитель, и мне всегда очень интересовало вот что-то такое большое построить, ну вот что-то сделать, что будет как-то служить людям, но я не хотела эти тоже строительства. Я сначала думала об архитектуре, но архитектура это сложно в том плане, что нужно уметь рисовать, немного чего лепить, клеить, макеты все делать. И потом я узнала о такой специальности, как машиностроение, узнала, что у меня есть пару родственников, которые работают в этой сфере, и подумала, что тоже хочу. Это круто! Вот, заинтересовалась. Итак, давай вернемся в Молдову, немножко воспоминания. Итак, кстати, о воспоминаниях. Расскажи, какие самые теплые воспоминания связаны у тебя с твоими годами, проведенными в Селлинг Студио? Ну, наверное, самые теплые и веселые воспоминания это праздники в Селлинг Студио, в особенности Хэллоуин, Рождество. Все знают, что в эти дни Селлинг Студио это просто какая-то волшебная вселенная, куда ты заходишь всегда тоже наряженный, раскрашенный, и учителя точно так же поддерживают всегда эту тему. Не так, что только дети бегают там в костюмах, но также и учителя всегда что-то интересное готовят. И, будучи ребенком, это было особенно интересно, потому что детей очень легко удивить, и для нас все организовывалось с конкурсами, с музыкой, с подарками. Мне кажется, у меня даже до сих пор что-то из подарков осталось. Еще везде украшено гирлянды, везде новогодние поздравления. Это так атмосферно! Да, это всегда было, ну, прям очень чувствовалось, и всегда вот этот особенный праздничный дух, несмотря на то, что это даже не наши праздники, не совсем наши праздники. Все равно вот это окунуться в новую культуру было, ну, очень здорово каждый год. И, будучи уже постаршим, мы тоже помогали организовывать это как-то, что-то придумывали, тоже как-то помогали с украшениями. И в один год я даже помню, что мы показывали какую-то сценку, и мы репетировали, и наряжались. Я помню, что я сама себя разукрашивала, и кому-то тоже помогала. Зомби мы красили себе, ну, типа того. В общем, было очень, да, было очень здорово и весело. И всегда было удивительно, откуда у Мисс Оксаны столько фантазии, столько идей, и каждый год что-то новое придумать. Да, согласна. Просто неиссякаемый источник каких-то новых впечатлений, не только для нее, но и для всех окружающих ее людей. Да, есть такое. Может, есть какие-то еще воспоминания, связанные с Селинг-студио? Ну, вот раз уж мы заговорили про Мисс Оксанду, наверное, она тоже, это человек, с которым я до сих пор вспоминаю очень большой любовью и теплотой, потому что она стала для меня удивлением в том плане, что учитель — это не тот человек, которого нужно бояться, от которого зависит моя годовая оценка, а это действительно человек, который может стать тебе другом и наставником, и помочь какой-то в каких-то трудных моментах, дать совет даже тогда, когда, может быть, родители не могут сказать, потому что у них свое видение проблемы. А вот она, как человек со стороны, всегда мне очень помогала и словом, и делом. Мне нравится вот то, что она постоянно вдохновляет на работу. У меня вот заряжаешься какой-то энергией от этого. Да, это правда, вот заряжаешься энергией, это 100% всегда. Какой-то вот желанием жить, не знаю, верой в то, что все будет хорошо, правда, отведете в себя, веете этим. Раз уже я затронула небольшую тему про энергию работать, все такое, давай немножко вспомним, не знаю, об учебных буднях, о уроках. И такой вопрос. Какой главный урок ты вынесла из стен Стеллинг Студио? Ведь мы-то получали не только знания об английском и знания о немецком, но мы получали жизненные уроки, ведь так? Ну, конечно. Наверное, вот я уже сказала, что мне Мисс Аксана вообще очень много советов и наставлений по жизни давала за те много лет, сколько я ее знаю. Но, наверное, вот самое основное, первое, что приходит в голову, это я научилась там меньше бояться своих ошибок, потому что ошибки – это тоже результат, хоть негативный, и это то, что очень помогает как-то отрефлексировать то, что ты сделал. И, наоборот, если видеть это положительно как-то, то, наоборот, толкает продолжать работать и стремиться к тому, чтобы достичь желаемого и выучить то, что не получается выучить. Супер. И тогда напоследок у меня вот такая традиционная просьба для каждого. Дай нашим зрителям, может быть, это будет для родителей, посвящено, скажем так, нацелено на родителей или на студентов, дай им какой-то совет, какое-то наставление или, может быть, просто пожелание, почему бы и нет, то, что угодно. Ну, мое пожелание, наверное, будет в том, что неважно, родителям или студентам всегда оставаться любознательными и любопытными, потому что вне зависимости от возраста всегда нам всем есть, что учить новое, и есть куда расширять свой кругозор. Ну, языки — это, наверное, вот одно из того, что очень расширяет наше мировоззрение, потому что это новая культура, это больше возможностей общения с новыми людьми, и вот это детское любопытство, наверное, то, к чему мы должны все стремиться и не забывать про него, неважно, 15 тебе лет, 10 или 50. Супер. Это очень хорошее пожелание. Я как человек, который тоже очень любит изучать не только языки, но вообще что-то новое, я его очень ценю и действительно вот просто ставлю лайки. Итак, спасибо тебе огромное за нашу объяснение. Мне было очень приятно пообщаться, мне очень приятно, что вот у меня появляется вот такой, расширяется мой круг общения. И спасибо тебе еще раз не только от меня, но и от наших зрителей, и от всей команды Селлинг Студио. Спасибо тебе тоже большое, мне было очень приятно тоже познакомиться. Супер. Тогда хорошего дня и пока! Пока. Еще раз хочу сказать спасибо Аделине за то, что она согласилась поучаствовать в нашем интервью. Аделина, спасибо тебе, мне было очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо вам, что вы просмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, не забывайте делиться этим видео со своими друзьями, со своими родственниками, со всеми, кого знаете. Хорошего вечера, хорошей недели и всем пока!